Здравствуйте, мы рады, что вы с нами. В эфире «Главная тема» и я, Алексей Москевич. Если спросить сегодня у фотографа, что такое фотография, он обязательно скажет «это сама жизнь». И добавит, это когда из мусора, ничего не значащих мелочей, пятен, мазков реальности складывается удивительная картина жизни, ни с чем не сравнимая в своей подлинности. Человеческая трагедия, детская непосредственность, спортивные травмы и всевидящие око рекламы – все это настоящее современное искусство. Так считают организаторы выставки «Лучшие фотографии России-2011». Главное условие – все работы должны быть сделаны на территории нашей страны. А принять в ней участие могли любые фотографы, как профессионалы, так и любители. Фотография – это лучший способ сохранить самые яркие и самые замечательные события. Но в то же время запечатлели потомков ускользающуюся, изменяющую повседневную жизнь. Центр современного искусства «Винзавод» не так давно появился на культурной карте, но сразу заявил о себе во весь голос крупными российскими и международными проектами. Экспозиция «Лучшие фотографии России» включает 30 тысяч снимков. Сегодня здесь разместилась только небольшая часть всей коллекции. Этот проект, он заряжен положительно, потому что фотография – это энергия, которой мы обмениваемся. И каждый фотографический снимок, он содержит вашу эмоцию, ваше переживание, ваше настроение. И вы с помощью фотографии передаете это настроение другим людям. Это хорошее средство коммуникации. В это сложно поверить, но за 4 года выставки «Винзавода» уже побывали в 600 городах России. Большинство из этих уникальных фотографий взволновали и порадовали зрителя. Несколько критериев тех фотографий, которые вполне всего характеризуют Россию как страну, ее природу. Также характеризуют ее политическую ситуацию, также это все довольно представлено. И, возможно, те, которые отражают ее с не самой лучшей стороны, но которые являются неотъемлемой частью России. Организаторы выставки надеются, что уже в следующем году участие примут и ульяновские фотографы. Оценить произведения фотоискусства можно каждый день в Ленинском мемориале до 2 декабря. Символично, что именно в Ульяновске проект «Лучшие фотографии России-2011» завершает свою региональную программу. Каким был год из жизни России и по какому фотосценарию живет наша страна, поговорим сегодня в студии с руководителем проекта Линой Краснянской. Лина, здравствуйте. Добрый вечер. В чем, и вот несмотря на всю беспрецедентность по масштабу входа проекта, да, несмотря на то, что он самый крупный в нашей стране, в чем все-таки специфика и уникальность этого проекта, помимо его, конечно, масштаба? У проектов, конечно же, такого масштаба в России нет, но помимо масштаба, помимо того, что вся Россия участвует в нем, присылает фотографии каждый город, каждый регион, важно то, что в основном фотопроекты и фотовыставки, они все-таки или персональные, или же они специально созданы, придуманы куратором, или же разработана тема специально куратором, и под это подбираются работы. Проекты, где люди снимают жизнь свою и жизнь своих соседей, жизнь страны, делятся этим с нами, таких проектов нет. Вот. Человек с любого возраста, любого уровня профессионализма берет фотоаппарат, выходит на улицу и запечатлевает все, что он видит, все, что его волнует, все, что его беспокоит. Это могут быть митинги, это могут быть рождение ребенка, это может быть крещение ребенка, может быть какая-то прекрасная бабочка. Все вместе, вот таких выставок, чтобы было представлено все, вот все многообразие жизни и вся специфика нашей российской жизни, конечно же, таких проектов в России нет. Но вот в каждом запускаемом проекте, даже на стадии целеполагания, просчитываются ожидаемые результаты. Вот какой ожидаемый результат этой выставки и в отношении этого, 2011 года? Я сначала скажу про то, что мы ожидали с самого начала. Конечно же, мы надеялись, что примет участие вся страна, но не ожидали такой волны заинтересованных авторов. Фотографии присылаются отовсюду. Первый год это было 16 тысяч фотографий, сейчас это 30 тысяч фотографий. Это, конечно же, огромное число. И мы ожидали, что люди не будут стесняться, люди будут показывать честную какую-то историю. И так оно и есть. Еще для нас очень было важно, конечно же, чтобы это не был такой местечковый с точки зрения фотоискусства проект. Не хочется, конечно же, никого обидеть, но очень много ресурсов, поисковых систем и так далее, где представлены фотографии и бабушка, и котенок, и варенье ребенок. И все это очень хорошо. Мы, конечно же, хотели, чтобы уровень фотографий был достаточно высокий. И в проекте участвуют известные фотографы, что, конечно же, задают изначально все-таки вот такую планку, к которой стремятся все. Мне кажется, это очень важно, кстати, что такое соседство и профессиональных фотографов, и любителей. Любители видят, как можно снимать, профессионалы видят, что им наступает на пятки, и есть отличные кадры у молодых каких-то неизвестных фотографов. Но вот в этом плане, когда сталкиваются интересы профессионалов и любителей, возникает такой некий заочный спор. Вот насколько честна эта борьба, и любители просто, наверное, зачастую отпугивает как раз-таки то, что принимают участие профессионалы, уже изначально думая о том, что профессионалы обязательно, конечно, победят. Вот нет такого. Вы знаете, такого нет. Наоборот, есть споры немножко в другую сторону. Но, во-первых, никто не знает, кто принимет участие. Я не могу сказать, что примет конкретно этот известный фотограф, будет он участвовать в проекте в этом году или нет. Или он в прошлом году участвовал, больше не хочет. Есть несколько профессиональных фотографов, взрослых, которые не очень любят вообще рядом быть с любителями. Это такая тоже странная история, потому что мне кажется, что если ты профессионал, то всегда ничего зазорного в том, что ты участвуешь с какими-то молодыми авторами нет. Но это их личное дело. Но любителей нет, не боятся. Более того, у нас абсолютно честная система голосования. Жюри не видит имени автора. Когда голосуют жюри, видят только название фотографии и сам снимок. Больше ничего. Поэтому никто не может сказать, что это профессиональный фотограф или нет. Это этот фотограф или нет. Они этого не видят. Снимков большое количество. Раздумывать чья эта фотография, времени нет у члена жюри. Поэтому абсолютно честная история. И это можно увидеть на выставке, что много любителей, много профессиональных фотографов, много известных фотографов, много неизвестных профессиональных фотографов, региональных изданий или газет. Спор есть, но мне кажется, что как-то в споре рождается истина. А вот она как-то присутствует. Ну вот специфика выставки – это некая такая демонстрация России глазами фотографов. Вот на протяжении пяти лет, вот как вы видите изменения? Меняется Россия и в какую сторону меняется? Я вижу, что немного меняются люди. Потому что если в первый год у нас… Ну и, конечно же, это касается в основном таких разделов более живых. Это события поселенной жизни или люди. Потому что, конечно, природа, она как есть, так и есть. Она особенно не меняется, что, слава богу, архитектура. Чуть-чуть видны изменения, но это просто запечатлевается реальность. Какие-то дома появляются, какие-то исчезают, какие-то реставрируются, какие-то нет. Это история об этом. А вот события поселенной жизни разделы людям. Конечно, видно то, что люди, конечно же, очень волнуют частные какие-то свои события. И таких снимков очень много. Но их очень волнует и общественная какая-то ситуация. Это митинги, это пожары, это какие-то трагедии, это какие-то религиозные всякие праздники или истории. То есть этих фотографий сначала не было так много. Сейчас их все больше и больше с каждым годом. Видно, что страну немного лихорадят в политическом смысле. И что люди тоже лихорадят. Они не остаются безучастными к этому. Вот это, конечно, очень здорово. У меня как раз следующий вопрос. Согласны ли вы с тем, что сегодня современное визуальное искусство становится более политизированным? Ну, я согласна с тем, что оно становится более политизированным. но фотография все-таки это не... Вопрос не в том, что она становится политизированной или нет. Фотография запечатлевает реальность или же конструирует реальность. Бывает такая эта фотография, бывает такая. Но фотография, которая запечатлевает реальность, она не может придумывать того, чего нет. Показывает то, что есть. Люди видят то, что происходит в каждом городе, не только в Москве, в митинге 31-го числа, которые проходят митинги. Вот сейчас я очень жду, сейчас у нас идет новый прием работы, только что закончился, сейчас жюри не начала голосовать. Очень интересно будет посмотреть, что получится на выставке следующего года, потому что этот год был особенно, конечно же, богат на события, митинги, политические акции. Посмотрим, как это все отобразится. Но я думаю, что это будет все отображено 100%. Не могли люди не снять это и не прислать.